Новый налоговый кодекс будет принят в следующем году. Спешка в этом вопросе недопустима. Об этом заявил Касмжумар Тукаев. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. В этом году политический сезон обещает быть насыщенным. Проведение одного только референдума по АЭС – большое событие для страны. Уже через пять недель станет понятно, какое направление получит развитие энергетической сферы. Быть ли мирному атому – казахстанцы решат сами. В 30 развитых и развивающихся государствах действует около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера. За право строить такие инновационные станции инвесторы становятся в очередь. Впрочем, желающих вложить свои средства и в другие сферы достаточно. Вопрос в том, готовы ли мы обеспечить им условия для работы. Пожалуй, этот вопрос в послании основной, если не стратегический на нынешнем этапе развития страны. Если с ресурсами нам повезло, то законодательство все еще требует реформы. Хочу отметить, что не все Акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу. Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю правительству определить пул масштабных проектов под ключ, которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП. К слову, отчастниках уровень развития бизнеса вот мерила экономики страны. До сих пор доля прямого участия государства высока. Средний бизнес – это лишь 7% задачу увеличить его хотя бы в два раза в ближайшие пять лет. Каждый субъект предпринимательства должен легко ориентироваться и знать, какие есть виды поддержки, как он их может получить. Тогда малый бизнес будет больше заинтересован в переходе в категорию среднего. Сейчас же у нас более 100 мер поддержки, в которых запутается даже сильный специалист. Поэтому следует провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый, понятный бизнес у список преференций и льгот. Тогда и желающих, например, заняться сельским хозяйством станет больше. К тому же поддержка этой сферы на сегодня внушительная. 70% ВПК финансирует государство. Пришло время заменить субсидии дешевыми кредитами от коммерческих банков. Вовлеченность последних принципиальна. А значит, закон о банках пора менять. Их налоги должны быть с размерным дивидендом акционеров. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть с размерным дивидендом их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банком. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере. До сих пор не поставлена точка в регуляторной среде для бизнеса. Налоговый кодекс будут дорабатывать еще около года. Ко мне недавно обратились предприниматели. 144 деньги они не оплатили. И у них заблокировали счет на 9 дней. Их бизнес был лишен возможность заработать. Чтобы таких вещей не происходило, все эти вещи, нюансы должен просмотреть новый налоговый кодекс. Но поскольку это очень сложный документ, то принимать, торопить его действия не стоит. Жестко, но в то же время без перегибов продолжить работу по возврату активов, поручил президент. Куда и на что ушел возвращенный в страну тенге держать на контроле генпрокуратуре. Касим Жумартукаев еще раз напомнил задача открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. А это тут же восполнить дефицитную доходную часть бюджета. В этом году усилились моменты, связанные с исполнением доходной части бюджета. И очень часто в этой связи рассматривается только республиканский бюджет. О том, что необходимо осмотреть комплексно в целом состояние госбюджета, а это совокупно вместе с местными бюджетами, тогда картина будет полной и неискаженной. И могу сказать, что в регионах с исполнением доходной части все достаточно неплохо. Есть серьезное перевыполнение доходов. Однако не все Акимы столь ответственны в исполнении доходной части. Некоторые разбазаривают бюджетные средства на неперспективные проекты. Все силы и средства необходимо направить на производственные проекты по освоению высоких переделов. Уже есть пример Сарань, которому даже удалось выйти из категории многородов. Этот опыт надо применить и в других городах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. В целом важно активно развивать новые точки роста в регионах. Как вы знаете, в этом году специальным указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству следует создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе. Еще одна привлекательная сфера для инвестиций – газовые месторождения. В планах начать освоение в 1 миллиард кубометров в год поручил президент и ускорит строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаузене, на Кашагане и Карачаганаке. Вместе с тем следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу «больше потребляешь – больше платишь». В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг. Похоже, что изменение тарифов ждет и железнодорожную отрасль. Состояние сферы требует новых вливаний и расширит пропускную способность. Еще одна привлекательная сфера для инвестиций – водная. Здесь в планах тоже пересмотреть тарифы и предложить инвесторам эффективные инструменты поддержки. Правительство приступит к решению этой важной задачи в кратчайшие сроки. Новый политический сезон официально, можно сказать, открыт. Прозвучали новые инициативы, озвучены конкретные задачи. Понятно, что многие из них долгосрочны, например, как реформа энергетической сферы или привлечение иностранных инвестиций во все сферы. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, а потому от взоркого взгляда правительства или депутатского корпуса не должен уйти ни один проблемный вопрос в этих направлениях и других. Однако очень хотелось бы, чтобы решались они быстрее и прежде, чем на них укажут из-за корды. Динар Жампатырова и Жанка Напияулы при поддержке террорадиокомплекса президента 24КЗ.